Девушки отдыхают Он сделал исключение О да, не сомневаюсь На самом деле мало кто за пределами оазиса сталкивался с таким Все, что ты вокруг видишь От самого высокого дерева до тончайшей травинки Это дар Дар из его рук Он тот, кто растет Он тот, кто дает Он тот, кто ведет Никто не поминает его имени в суе Благоговея пред его величием Благодаря ему у древенов есть дом Я бы предпочел, если бы он сам рассказал о себе Но твое нетерпение мне понятно Великий это древо-бог Живой, дышащий, говорящий древо-бог Он благословение древенов и наш благодетель Мы заботимся об этом месте И оберегаем его от всех, кто хочет использовать его Он дает нам дары Вот и мы воздаем ему Это соглашение действует уже почти два десятилетия Мы отказались от техники И воссоединились с природой Вот что значит быть древенами Слушай сюда, друг мой Я прощу тебе твою наглость Потому что он просил привести тебя Но не допусти ошибки Если ты захочешь устроить здесь беспорядки У нас есть чем себя защитить Да, так и есть Прости, я не очень часто говорю с чужаками И временами теряю мысль Когда он узрел, что ты приближаешься к Оазису Он послал меня тебе навстречу с предложением Он хочет увидеться с тобой До тебя никому из чужаков не выпадала такая честь Да, личностью Для того, чтобы встретиться с ним Тебе надлежит пройти обряд очищения Когда обряд закончится, ты сможешь с ним поговорить Как только ты сможешь начать, мы приступим Не о чем волноваться Все, что нужно Выпить сока из чаши Здесь, в павильоне Сок очистит твое тело и сознание От всего, что может причинить ему вред Очень хорошо Займи свое место пред чашей и приступим Как только соберутся все древины, мы начнем Прошу, отведай сока из чаши Сейчас мы прочтем благословение Дабы оградиться от всякого зла Какое может принести в нашу рощу чужак Властью его божественной воли приказываю вам И изыдите демона разрушения Оставьте наши тела и жилища Не пребывайте там более Но перейдите в обиталище Где вы никому не сможете повредить Именем его величия призываю на вас его гнев И куда бы вы ни скрылись, да не скроетесь вы от ока его И уменьшаясь день от огня Да исчезнете вы, если не станете служить во благо человечеству Покуда не останется от вас и следа И пусть во благости своей приидет он И станет судьей живых и мертвых И да укроет мир сенью своей Аминь! Скоро ты мирно заснешь, чужак А когда пробудешься, то узришь воочию славу великого Хорошо, что ты снова на ногах Не думал, что они заставят тебя пройти Через этот дурацкий обряд Когда я говорю, они слушают Но не слышат Понимаешь? Мне тоже Я, конечно, говорю с Хербертом Он никогда мне не отвечает Правда, Херберт? Он все рос и рос вокруг меня Может, как раз за то, что я зову его Хербертом На самом деле его зовут Поп Но мне кажется, что это смешно Называть его Херберт Что ж Думаю, можно и так сказать Понимаешь? Раньше Боб катался у меня на голове Его корни прямо внутрь уходили Понимаешь? Но в конце концов он перерос меня А потом так вышло, что я оказался внутри Это было давным-давно Я уж и забыл, когда Мы с ребятами разведывали какую-то военную базу Кажется, она называлась Мэри-поза Мы зашли довольно глубоко внутрь И нашли странные чаны Полные этой зеленой липкой дряни Как раз когда мы собирались уходить Кажется, на нас напали Последнее, что я помню перед тем, как вырубится Как моего приятеля что-то столкнул ловчан Да 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 Нужна Нам нужна Мне И Бобу Я позвал тебя сюда Чтобы попросить Об очень простой услуги Пожалуйста Убей меня О нет, 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 нет Это не будет убийством Ты окажешь мне Большую услугу Понимаешь Я торчу тут уже больше Двадцати лет Пустил корни прямо в землю И всех-то друзей у меня Это Боб И те чудаки Которые считают меня Богом Да ты не волнуйся Когда ты решишь Спуститься вниз Я поболтаю с Лавром И остальными Обычно они Не понимают Ни слова Из того, что я говорю Но я смогу их Убедить И как По-твоему Мне Это Сделать Я и пошевелиться Теперь не могу Я теперь Долго Ничего Не смогу Сделать Спасибо Бобу Как бы это Сказать Я В последнее Время Чувствую Что Немного Разраздаюсь Кажется Боб Немного Растащил Мои Внутренности Сложно Сказать Где Что Оказалось Но С Внутренностями Так Обычно И Бывает Верно В любом Случае Мне Кажется Что Боб Затащил Некоторые Органы В свою Корневую Систему Спустись Вниз И уничтожь Мое Сердце Кажется Кажется совестью ладно тогда просто помни что предложение в силе не хочу ждать пока еще кто-нибудь просто нет нет херберт это дерево но на самом деле его зовут но я сам по прежнему здесь по крайней мере то что от меня осталось я харальд гляди херберт он слушай это даже стыдно немножко раз в год боб решает само удовлетвориться и отращивает эти странные стручки с маленькими сернышками а потом ветерок разносит их по кругу я называю их семенем херберта как его это бесит старина боб он такой специально небось место над пещеркой выбрал а теперь у меня ноги мерзнут и в в в их лучше всего тебе будет получить ключ у одного из этих чокнутых По имени Кипарис Где-то в другой роще Должны быть старые ворота Иногда меня что-то щекочет Но кажется, это просто Боб Мстится каждый раз Когда я обзываю его Хербертом Ладно Еще увидимся Привет! Я очень рада тебя видеть А я говорю тебе, что ты ошибаешься Зачем еще ему нужна была бы помощь чужака? Чужак здесь для того, чтобы защитить нас от врагов Чтобы помочь нам уберечь его дары от гибельного влияния пустоши А совсем не для того, чтобы выдвигать нас в мир Да как мы можем проповедовать о мире, если все, чего ты хочешь Присвоить себе его дары? Сам он этого не хотел бы Если мы позволим этому чуду распространяться дальше Мы подвергнем его риску Я не могу этого допустить Я не допущу этого И снова муж мой, мы в тупике Предлагаю поговорить с чужаком Это правда Зачем еще позволять чужаку заходить в рощу? Возможно, это испытание Да, должно быть именно так Я знаю, зачем ты здесь И что бы ни думала моя жена Я уверен, что ты принесешь оазису лишь добро В конце концов, он выбрал тебя А он никогда бы не пожелал нам вреда О, теперь он испытывает тебя точно так же, как испытывал нас Рассказывая столь невероятные истории Он хочет понять, сильна ли твоя вера Кто еще, если не Бог, мог создать все это? Не бойся Скоро ты все поймешь, как и я Великий часто говорит загадками Но если ему так угодно, так тому и быть Наши с ним разговоры В последнее время превратились в один сплошной лабиринт Мне кажется, он начинает бояться своего будущего Влияние великого ширится И скоро оно выйдет за пределы этой тихой долины Мы не можем позволить оазису Так привлекать внимание к себе Это станет его концом Если полить его сердце тем соком, который очистил тебя при обряде Это остановит его разрастание Одну секундочку Обещаю С ним ничего дурного не случится Это все, чего я прошу, чужак Ни больше, ни меньше Я люблю Лавра Но иногда, мне кажется, он за деревьями не видит леса Распространение его влияния Это не проклятие Это великое чудо Спасение для всей пустоши Нет, что ты Он жаждет поделиться своими чудесами с целым миром Подарить свой дар жизни мертвым пустошам Его это очень беспокоит Но Лавру не дано понять, какую боль он переживает Но с твоим приходом, мне кажется, все может измениться Я слышала, чего от тебя хочет мой муж Я предлагаю другой выход Тот же, кто создал этот сок, создал и мазь Если ты сможешь добраться до его сердца Она поможет распространить его влияние дальше И тогда пустошь снова зазеленеет всего-то через годы, а не столетия Просто представь себе, как это будет прекрасно Откажись от всех технических устройств и восхитись его чудесами, чужак Стволки Парис к твоим услугам Добро пожаловать в наш маленький дом Хотелось бы, чтобы они не ссорились так часто От этого всем неловко Когда-то я был таким же, как ты Бесцельно бродил по миру Тратил жизнь на поиски удачи Когда перед моими глазами предстал оазис Во всем своем великолепии Я понял, что нашел святое место Отец, корень лавр, позволил мне остаться С тех пор я и живу здесь Конечно, держи, удачи тебе Пусть соки его мудрости напитают тебя